Мой выбор открыться для полноценного переживания всех моих чувств. Чувствовать и знать. Пойми, чувствовать значит знать, а знать значит чувствовать. Разница между этими словами отражает твое разграничение логики ума и эмоций сердца. Познай пространство бытия, где и то, и другое суть одно. Всем своим существом осознай единство ума и сердца. Объедини собственное восприятие реальности. Знай все твои органы чувств, как на поверхности биологического тела так и скрыты, могут быть объединены в одно целое. Развивая свои единые чувства, ты становишься эмпатом. Это значит воспринимать все таким, каково оно есть. Воспринимать сущность всего, на чем ты сосредотачиваешь свое восприятие. Чувствуй то, что знаешь. Не живи в уме, где господствуют правила и логика. Поскольку логика подразумевает мысли без чувств, она позволяет лишь интерпретировать то, что ты уже знаешь. Логика – прекрасный инструмент, но, пользуясь ею, осознаваясь, что без вдохновения она все равно, что машина без бензина. Ум, объединенный с чувствами, есть мудрость. Знание с чувством и чувство сознания – вот что такое мудрость. Знай то, что чувствуешь. Пусть твои чувства текут свободно, не сдерживая их самоосуждение. Ты можешь задаваться вопросами о чувствах, ибо такие вопросы способны учить и вести тебя, но не ставь под вопрос правомерность и ценность собственных чувств, ибо последнее означало бы, что ты пытаешься не чувствовать. Всякий раз, когда ты пытаешься обдумывать свои чувства, вместо того, чтобы прочувствовать их, ты разглядываешь лишь отблеск на их поверхности, вместо того, чтобы проникнуть в глубины. Позволь себе открыто испытывать чувства, и ты будешь знать, что чувствуешь. Когда ты знаешь, что чувствуешь, вопросов не возникает, и та действительность, которой тебя влекут чувства, непременно воплощается. Если ты знаешь, что чувствуешь, твои чувства никогда не поведут тебя неверной дорогой. Если же ты не открываешь себя навстречу чувствованию, твои интерпретации чувств уведут тебя туда, где тебе все равно придется принять то, что ты отрицал. Чувствуясь свободно, то есть без границ, ты сумеешь выйти из клетки, в которой, возможно, даже не осознавая этого, сам себя заключил.